Бог, притом, уважаемые с вами, изучение законов Адлашонара и в основании дверей Таверальни Швакарх, Тавер, Храма, Ветра, Разруши, Мухабибу, Рхаби, Зирпо, Даскад Митсер, Фатамидсар, Шоаном, Борис Бауна. День 26-й, начнем с молитвы, Владыка Мира, да будь твоя воля, милосердный и милостивый, чтобы ты даровал мне заслугу сегодня и каждый день, уберечь свои уста и язык Адлашонара и Рахилут. Дастергусь я плохих слов даже об одном человеке и, конечно, обо всем еврейском народе или его части. Пусть не будет у меня жалобы на пути святого, благословен он. Дастергусь я слов лжи, пустой болтовни, ссоры, гневы, гордыни, резкости, оскорблений, насмешки других видов запрещенной речи. Даруй мне заслугу, говорит лишь то, что необходимо для моего материального и духовного благополучия. И пусть все дела и слова мои будут ради небес, ла шем шамай. На сегодня о детях. На Шонара о детях запрещен. То есть, можно говорить на Шонара, мы знаем про взрослых нельзя. Про детей, говорит Хабис Хаим, тоже нельзя говорить на Шонара. До 20 лет, да? Ни о ком. Он говорит так. Про них ла шонара, все равно нарушает запрет ла шонара. Он не может сказать, ну они же дети, ничего страшного. Это же не взрослый человек, против которого я говорю, или из-за которого будет считаться, что я нарушил ла шонара. Поэтому даже о детях нельзя говорить ла шонара. Запрещено также устно или письменно сообщать о ребенке вещи, потенциально способные причинить ему ущерб, то есть навредить ему. Это значит, например, что учитель, намеренный дать отрицательный отзыв об ученике, должен, прежде чем говорить, сделать паузу и взвесить, как повлиять его слова на дальнейшее образование и трудоустройство ученика. И точно так же он должен быть сдержан и справедлив, когда передадут информацию о своем бывшем ученике, его новому учителю. То есть, учителя меняются, есть сабститус, дети растут, переходят из класса в класс. Человек должен знать, что и как говорить. Я знаю, был случай, что вот так учитель уехал, и он оставил своих учеников. Когда старый учитель вернулся, он посмотрел, что все двочники стали пятерочниками, а пятерочки стали двочниками. Или то есть, все подтянулись. Там было как-то, что он не ставил оценки, как у нас, 2, 3, 4, 5, а как-то у него была другая система. И новый учитель посмотрел, и ему показалось, что на самом деле все, у кого были отрицательные оценки, были хорошие. И наоборот, когда он с ними работал, он именно работал с ними, как с умными и хорошими ребятами. И в конце концов, за несколько месяцев они действительно подтянулись. Как бы там ни было, это все зависит, много зависит от учителя, от его отношения к ученикам. Но здесь он говорит, как бы там ни было, человек не имеет права говорить, а что он рад даже про детей. И тогда тем более учитель. Или потом будем говорить, когда люди встречаются, парень с девушкой, или хотят встретиться. Там тоже большой вопрос, что говорить, как говорить, можно вообще говорить или нет. Поэтому человек должен приучить себя отрицательные, нехорошие вещи не говорить. Находить хорошее и говорить о хорошем. Когда это будет теперь, а сейчас? Что? Нет, что? И сегодня? Хорошее дело. Родителям 90, детям по 50-60. Как? Тоже нельзя, да? Тоже нельзя. Опять. Мы с вами говорили. Правило такое. Если человек говорит эту информацию для того, чтобы помочь этому человеку, не для того, чтобы ее унизить, или оскорбить, или задеть, или рассчитаться, или свою злость на нем сорвать, тогда, когда есть позитив в том, что человек говорит, и он это именно говорит от души, для того человека, о котором он говорит, чтобы его исправить, это можно говорить, это на пользу, но Рашон Ара, который унижает человека, приносит ему ущерб, вредит ему, это Рашон Ара говорить нельзя. Теперь, Мусар на сегодня, из Шмират Ара Шон, говорит, дыхание свободное от греха. Не сравнить дыхание, оскверненное грехом, с дыханием свободным от греха. Что значит, он говорит, Рашлакиш сказал от имени Рбиуда, мир поддерживается только в заслугу дыхания изучающих Тору школьников. То есть мы говорили, что, когда человек говорит, что выходит, если что-то, какой-то пар выходит из его рта. Правильно, вот то, что здесь называется дыхание. Рашлакиш говорит, что весь наш мир держится на чем? На дыхании детей, которые учатся в школе. И говорят, изучая Тору в школе, вот на их пару, которые выходят из их дыхания, из их рта при изучении Торы, держится весь мир. Равпапа спросил оба ей, а что же твое и мое изучение? Рашлакиш говорит, на изучении детей держится мир, на паре, выходящем из изучения уст детей держится мир. А мы с тобой? Спросил Равпапа другого мудреца по имени Абая. Абай ответил, не сравнить дыхание, оскверненное грехом, с дыханием, свободным от греха. То есть дети, они безгрешные, они чистые. Дети эти, имеется в виду маленькие, 3, 4, 5, 6 лет, которые не говорят нехороших вещей и так далее. Если мудрецы и осознавали себя виновными в запрещенных речах, то надо полагать, что это были редкие, единичные и непреднамерные проступки. То есть человек, который смотрит, он может сказать, о, смотри, даже такие мудрецы, которые записаны в гморе, они тоже признавали, что они говорили Лошонара. На самом деле, это были какие-то редкие исключительные случаи. И все же они считали, что слова служения Творцу, которые они произнесли, из-за этого осквернились. То есть мудрецы говорили, что так как, может быть, когда-то, иногда случайно, неумышленно мы сказали Лошонара, уже наши слова не такие чистые, как слова детей, уста которых чистые. Насколько же это верно по отношению к тем, кто привычно говорит запрещенное, и в особенности Лошонара, и чьи слова вызывают ссоры между евреями и возбуждают в них дурные чувства. То есть, говорили, что есть человек, не дай бог, как муж называется, или хозяин бизнеса, Балабайт. Есть человек, который называется, не дай бог, Баллашонара. Кто это Баллашонара? Человек, который привык говорить Лошонара. У него это в порядке вещей, автоматически. Уже он не думает, не понимает. Это в хорошее переход. Как это в хорошее? Это не может перейти в хорошее. Это переходит наоборот, не дай бог, в трагедии. Поэтому он говорит, что человек должен знать, что когда у него чистые уста, у него чистое дыхание. Изучение Тора, его молитвы совсем другие. Святость у них другая. Поэтому он сравнивает, поэтому Хахамин говорит, Решлакиш сказал, что мир держится именно на дыхании, на пару, выходящими из уст детей, которые изучают Тору. Может взрослые теперь, то, что они изучают Тору, они, во-первых, не обязаны изучать Тору. Они пока от этого освобождены. Это всего лишь митцва воспитания, когда мы их учим по Торе. Чтобы когда ему будет 13 лет, он уже знал, что и как делать. Взрослые, мудрецы, остальные все, каждый еврей, обязаны изучать Тору. У него это митцва. И у нас есть правило, что человек, который должен исполнить митцву, и человек, который не должен исполнить митцву, но оба они исполняют митцву. У кого митцва больше? У кого есть заповедь исполняет митцву, и он делает митцву? И у того, у которого нет заповеди делать митцву, и он делает митцву? Кто больше? Вы бы сказали, тот, кто делает сам волонтер. На самом деле, нет. Тому, кому дана митцва, делает митцву, и он делает эту митцву, у него митцва больше. Потому что у него есть обязанность исполнить. У него есть святость у этой митцвы. Есть приказание повеления, и он это повеление исполняет. Но, несмотря на это, мы сказали, что вот эти дети, которые учат Тору в чистоте, с чистым ртом, святость у них больше. Раба вообще-то категорически запрещен не только детям жить. Почему подчеркивается детям лошан-ара? Это вообще человеку нельзя кому-то лошан-ара говорить. Всем запрещен. Почему вы о детей начали? Потому что сегодня мы зашли... Категорически нельзя жить. Лошан-ара категорически нельзя. Но мы говорим о фактах. Лошан-ара запрещен. Но люди говорят лошан-ара или нет. Говорят. Кто больше говорит, дети или взрослые? Взрослые. Поэтому святость, изучение Торы, исполнение месот у детей больше, потому что они изучают Тору с чистым ртом, чем изучение Торы у взрослых, которые, к сожалению, у рты осквернены. Если он взрослый, и у него чистые уста, то у него, конечно, изучение Торы будет намного больше. Но этих чистых детей намного больше, чем чистых взрослых. На этом мы закончим. На сегодня. Амин. Амин.